В 2022 году доходная часть бюджета была значительно больше, чем в предыдущем 2021-м, почти на 4 миллиарда, и составила 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но и расходные обязательства были гораздо выше. В итоге, впервые за длительное время бюджет был сформирован с дефицитом в 800 миллионов рублей. Однако, благодаря грамотной политике Департамента финансов и администрации в целом, его удалось сократить более чем в три раза. Я считаю, что все-таки восстановилась у нас потребительская способность населения, покупательская способность населения, что нам, в принципе, и позволило достичь положительного эффекта в чести поступления налоговых платежей. Чем больше наши предприниматели, юридические лица продадут либо окажут услуг, тем больше они получат доход, и, соответственно, тем больше будет уплачено налоги в бюджет. 2022 отличается и более эффективным использованием бюджетных средств. Исполнение муниципальных программ составило свыше 96%. Это рекордный показатель за все последние годы. Таких результатов удалось достичь благодаря правильной расстановке приоритетов. Их определяет специальная рабочая группа, в которую входят заместители главы, курирующие те или иные сферы жизнедеятельности города. В первую очередь финансы направляют туда, где они критически необходимы. Но и другие задачи удается решать, в том числе за счет экономии на торгах. Чем эффективнее используются муниципальные финансы, чем больше мы принимаем на себя расходных обязательств, ремонтируем с объекта циальной культуры, спорта, образования, тем больше нам это позволяет привлечь потом население для тех же занятий спортом. И это дает возможность зарабатывать в нашем учреждении, вести платную деятельность и приносить доход в бюджет. Нефтьюганск относится к муниципалитетам с высокой долговой устойчивостью. Это говорит о том, что он способен выполнять свои обязательства в большинстве случаев без кредитов. А если и берет их, то в кратчайшие сроки гасит. Так, в 2021 нам пришлось обратиться к займу. Но к концу следующего года долг был возвращен. Единожды кредиты в 2021 году из округа на погашение задолженности за топливоэнергетические ресурсы в размере 44 миллионов рублей. Но мы этот кредит быстро погасили. 11 миллионов мы погасили в 2021 году и 33 миллиона мы погасили в 2022 году. В том числе за счет дополнительных источников поступления, ну и эффективной работе по управлению муниципальными финансами. Как и прежде, самым крупным источником финансирования являются субвенции и субсидии из округа. В данном случае это более 7 миллиардов рублей или 60,5 процентов. Однако и доля местных сборов растет. Сейчас они составляют уже 34 процента или 4,5 миллиарда рублей. Сюда входят разные виды налога, в том числе на имущество и транспорт. Но главным образом это налог на доходы физических лиц. У нас, слава богу, все-таки уровень заработной платы постепенно растет. Проходит индексация заработной платы, в том числе и бюджетной сферы. Увеличивается с каждым годом целевой показатель по уровню заработной платы, педагогического состава. Это все по указу президента, сотрудников культуры. Соответственно, чем выше зарплата, тем больше налог на доходы физических лиц. Что касается расходов, здесь приоритеты на протяжении многих лет не меняются. Львиная доля, более 6,5 миллиардов, направлена на образование, культуру и спорт. Самые финансовоемкие обязательства муниципалитета – заработная плата бюджетников. Согласно отчету Департамента финансов, в 2022 году месячное жалование в сфере образования составило от 76 до 88 тысяч рублей. В культуре – 80 тысяч. Разумеется, это цифры общие. И вы видите, наверное, что за 2022 год много чего сделано в городе. Детские площадки построены. 21 площадка построена в прошлом году на сумме 72 миллиона рублей. Это в 7 раз выше показателя 2021 года. У нас отремонтированы дороги. Пять дорог у нас отремонтированы протяженностью 4 километра. Одной из самых важных задач, которая стояла перед муниципалитетом в 2022 году, стало дальнейшее исполнение программы по переселению жителей деревяшек в новые квартиры. За год новоселье справили около 500 семей. Прежде всего, благодаря серьезным темпам строительства жилья. В следующем году все дома, признанные аварийными до 2017 года, будут расселены. В 2023 году уже сейчас средства заложены в сумме 4,7 миллиарда рублей. Из них 3,7 миллиарда рублей это на приобретение квартир. Это нам позволит приобрести, согласно начальной максимальной цены, которая у нас, согласно РСТ, действует, порядка 554 квартир. За прошлый год Нефтьюганску удалось обновить большинство учреждений культуры, в том числе музыкальную школу, театр «Волшебная флейта», Центр национальных культур, ДК «Юность». На эти цели из бюджета города было выделено 70 миллионов рублей. Сейчас идут проектно-изыскательские работы по художественной галерее «Метаморфоза». Во всех детских садах и школах прошли текущие ремонты. В 2022 году закончили строительство детского сада в 17 микрорайоне, это билдинг-сад, который сейчас готовится к вводу в эксплуатацию. Мы ожидаем, что в сентябре месяце этот объект начнет работать. В 2022 году наконец-то удалось ликвидировать долг по обеспечению жильем детей-сирот. Это стало одной из самых больших побед нашей администрации. Ключи от своих первых квартир, которые, кстати, были даже обставлены мебелью, получили почти 100 молодых людей. Вопрос был очень сложным. Прежде всего потому, что цена, которую устанавливает региональная служба по тарифам за квадратный метр, гораздо ниже рыночной. К тому же местные застройщики сдавали квартиры в большей площади, чем предписывал закупать округ. На местном уровне чуть ранее был принят нормативный документ, который позволял нам приобретать квартиры не 30 квадратов, а не более 45 квадратов. Такие квартиры у застройщика были. И, соответственно, покупать квартиру дороже, чем установлен тариф РСТ. И еще из важных инфраструктурных приобретений. В этом году в Нефтьюганске появится новая дорога от улицы Романа Кузоваткина до набережной, которая обеспечит транспортную доступность жителям 17-го микрорайона и отчасти разгрузит другие магистрали. Стоимость строительства очень приличная – 224 миллиона рублей. Ровно половину этой финансовой нагрузки возьмет на себя город. Инна Новикова, Рамазан Бурниев, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».